Субтитры сделал DimaTorzok Дело слушание дела о побеге. Напомним, 6 октября 19-летний Олег Кришевников сбежал из-под конвоя после вынесения приговора. Жители Камских полян осудили на 9 лет за убийство, после чего он ударился в бега. Нашли парня в дачном массиве. Сейчас за побег, уже имеющийся сроку, ему могут добавить еще 4 года. Приговор должны вынести на следующей неделе. Череда юбилеев продолжается. Сварочно-монтажному колледжу 50 лет. История учебного заведения началась в далеком 66-м году. Тогда впервые за его парты село всего 260 ребят, мечтающих о профессиях сварщика и монтажника. К слову, за эти годы колледж расширил свои направления и выпустил свыше 19 тысяч специалистов разного профиля, в том числе операторов почтовой связи, поваров, автомехаников. Сегодня выпускники разных лет и педагоги, и ветераны собрались, чтобы поздравить родной колледж с полувековым юбилеем. Акция с Тандидом Морозом продолжается. Спасибо тем, кто уже принял участие. А вот среди новогодних волшебников много учащихся. Вот, например, ученики 8-го А-класса гимназии номер 25. Решение участвовать в акции принадлежит самим ребятам. Подарки они подготовили исключительно полезные. Познавательные книги для ума и сладкие подарки для удовольствия. Книжки, развивающие игрушки и сладости принесли и студенты педагогического училища. Делегация от этого учебного заведения пришлось очень сильно постараться, ведь сумки оказались тяжелыми, поскольку подарков они принесли очень много. Представительница спортклуба «Нефтехимик» приняла участие в крупном турнире по настольному теннису. Более 200 участников приняли участие в открытом чемпионате Финляндии по настольному теннису. Дарья Шадрина провела 6 встреч, в двух из которых потерпела поражение. После тренировочного сбора в Сочи наша спортсменка не смогла восстановиться и играла с двумя травмами. Уже в это воскресенье Шадрина в составе команды клуба «Казаночка» улетает в Оренбург на клубный чемпионат России по настольному теннису. В 18 часов 30 минут в эфир выйдет итоговый выпуск новостей и вот одна из его главных тем. Легко потерять и невозможно найти. Разговор происходил с его слов начиная с сентября по ноябрь этого года. Как и почему Нижнекамец переводил деньги мошенникам? Необходимо заплатить за некую страховку 145 тысяч рублей. За что преступники требовали у пенсионера 2 миллиона рублей. А я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 на 770 или пишите нам на наш сайт, его адрес интердефис24.ру. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok